всем здорова ребята с вами поршень покинул чат сегодня у нас будет история про мою машину как я попал ну а крупные бабки на ремонт даже дороже целой машины всегда проверяй блять натяжительные натяжительные натяжительный ролик все это дело вся эта история началась примерно 7 месяцев назад как-то я думаю в августе в сентябре около тех чисел решил я вообще поменять датчик коленвала а чтобы его поменять нужно соответственно снять натяжитель цепи грм там такой кружочек он натягивает но мне не цепи у меня ремень натяжитель ремня грн соответственно его нужно раскрутить его раскрутили успешно поменяли датчик все нормально это было у моего друга который ну занимается машина минут него и стал ремонт я его знаю я его уважаю хороший человек вообще после этого проходит около двух трех недель после того как я поменял датчик и меня попросил мой кент чтобы я его отвез примерно там 150 километров от города 200 километров города в село там неважно по его делам он не мог в общем поехали мы в ту сторону все вроде нормально я еду примерно ну 110 120 там 130 максимум все хорошо музычку подрубил настроение хорошее все четко а уже на обратном пути когда мы ехали с ним вместе ну то есть изначально я ехал нести вон ехал за мной ему нужно было отдать машину но это уже не суть дела мы ехали обратно но я решил немножко притопить короче даю я 200 примерно там 210 по трассе по магистрали она мне обычно там идет без проблем но там 230 240 250 250 это было сборки даю я 200 и понимаешь это не так счетчик не оборотов а скорости остановился в одном месте и начинают убавляться то есть неважно давлю я на скорость давлю я на газ на педаль актилератора или не давлю передача стоит 6 вроде бы все все по идее должно быть нормально но что-то не так на датчике ничего не показала на приборной панели ничего не показала такого ну я думаю что такое начинаю глушить машину глушую пытаясь завести обратно но это уже было на скорости там 110 100 я думал я не знаю заглохла чё она зала ну понимаю влять что-то тут вообще прям капец не то потому что на передаче представьте себе просто неважно а сдаю не даю что-то что-то пошло не так останавливаемся мы я пытаюсь ее завести еще раз слышу такой стук то есть я не знаю это был стук моего сердца или стук машины он скорее все это был одновременно и стук машины и стук сердца потому что я понимал что что не так что-то тут скорее всего серьезное завожу и один раз стучит что-то стучит не понимаю что это стучит подхожу к машине ауреану давай ты послушаю как она чего может быть есть шансы представьте я сто семьдесят километров города стою и кто меня на те дотяне должна маэстрали тянуть то толком нельзя нельзя это запрещено по правилам сталь нельзя и до близкого ближайшего поворота вообще далеко представьте у меня мысли уже в голове такие шокопец ну как бы не зря я вообще все переживал я понял что это скорее всего я туда полез мне уже было ну не по себе я понимал что что-то тут не так уже со самим движком стук такой страшноватый неприятный очень я снимаю эту крышку уже в судорог я его бля чуть ли не сорвал там такая крышечка защитная пластмассовая ну шуб сейчас я покажу вот она эта крышечка тут находится у меня ремень грм я ее снял судорог ну понятно там сначала крышку снял потом здесь я снял я даже там немножко надломал потому что ну сердце бьется у меня блять мне страшно потому что я понимаю что если это стукану дверь то я попадаю на крупнейшие бабки на огромные бабки ну я был прав ремень правда не порвало это не было разрыв ремня попустился натяжительный ролик ролик который натягивает ремень грм он попустился я посмотрел там болтик но там такой болтик маленький как бы нет не болт и болтик и гайка идет гайка которая должна быть закручена всегда должна его держать потому что когда она раскручивается он как бы опускается вниз чем больше она закручивается тем больше натягивает ремень он был почти раскручен то можно сказать что он вылетел почти этот болтик там его можно спокойно рукой было крутить без каких-либо проблем ну я все я уже понимаю что блять это же почти то же самое что разрыв ремня я думаю это все я стою я звоню бате ну походу все батя у меня там чуть для слезу не пустил короче ну представьте что это такое разрыв ремня это это полная жопа тем более когда ты находишься 150 километров города ладно еще городе там еще как-то понимаете это надо еще как-то машину оттуда дотащить ремень перескочил я не знаю насколько зубцов но он был блять он был попущенный ну не на максимум не был прям сон не было того что он прям слетел он попустился довольно таки стиль нашего рукой можно было поднять я знаю может там напеть на 5 2 ну я не знаю не могу предполагать насколько звеньев он перескочил ну вы понимаете весь такт я немножко там я немножко поверхностно соображаю вот это как там все происходит весь такт двигателя он пошел по пизде начали бить поршня по клапанам по распредвалам распредвал и короче но это сейчас дальше расскажу что вообще произошло я начинаю искать как мне вообще добраться домой до города потому что ну представьте себе уже никак ее не дотащить ничего я понимаю что и здесь я попадаю ну не на маленькую сумму я начинаю звонить по ребятам чё как туда-сюда ну изначально я позвонил механику говорю так и так для что это может быть ну без каких-либо наездов потому что ну мой знакомый хороший человек и там без всякого такого звоню ну подъезжай рубля братан я вообще 170 километров от города 150 там районе что-то того я даже не помню на магистрале стою и понимаешь рубля из вариантов надо звонить на лове тут и короче звоню мне говорят цену цена 300 долларов 300 сука долларов же в меня дотащили домой 300 баксов представляете но это вообще немало для меня не это немало и студенты 300 бачей просто чтоб меня дотянули это до хрена ты сейчас год я начинаю искать туда-сюда туда-сюда ну пробила уже как-то там до базарился за 700 злотых это у нас сколько 220 примерно до 210 220 долларов что-то около того звоню ребята давай давайте так и так они приезжают приехали примерно через час я уже с таким ну представьте какое настроение когда у тебя мотор стыканул это бля это просто это не настроение это я не знаю как это назвать доезжаем и до города там ну перетерли пока с этим чуваком пока ехали там ну это уже неважно такое приехали мы домой и поставили машину у меня возле дома я там пару фоточек поделал может быть там фоточки вставим о и Играет музыка Ну не сейчас, до меня уже давненько дошло Ну не сразу до меня дошло Что по идее Там же мог мотор заклинить И колеса Колеса затормозили просто Ну я бы мог походу По идее Шансы большие были умереть на скорости 200 Если мотор заклинил Я не уверен, что он может заклинить Но скорее всего он может заклинить Вы понимаете, колеса начинают резко тормозить На скорости 200 Что бы могло вообще быть Из-за этого Я бы здесь не сидел Я бы сейчас не рассказывал эту историю Может быть кто-то бы Да никто бы уже не рассказывал В общем Привезли мы домой Я не могу заснуть, не знаю, до 3-4 ночи На следующий день Я варился к своему механику Заехать и смотреть Что там Я не знал Может быть это с ним все равно Может быть и нет Ну потому что Последний раз Я не знаю, что у него был Получается Без каких-либо там наездов И так далее Приехали мы к нему Ну и начинаем смотреть Что и как Машина, понятное дело, не заводилась Снимаем, смотрим А там вот эта шпилька Шпилька получается На которой сидит Этот ролик натяжительный Она как бы Раскрутилась даже вся шпилька Получается Не только вот этот Болтик, который там был Который держит его Раскрутилась вся шпилька Именно получается Скорее всего Риспа даже сорвалась В В самом моторе В самом моторе Вот Представьте себе Вот мотор Вот эта шпилька Она вкручивается Вот внутрь мотора А на нее уже ролик одевается Потом гаечка Которая держит этот ролик Чем больше ее натягиваешь Тем ролик сильнее Натягивает ремень И она как бы Резьба вообще слетела Насколько я знаю Насколько я помню Ну начинаем все смотреть Понятное дело Там все вообще Блядь Не стоит не так как надо Там же должно стоять Зубик Там все это должно Все это должно быть выработано Это все стоит вообще Понятное дело Перескочила Непонятно Сколько зубов вообще И как И как и что Ну начинаем мы выставлять Ремень Выставили мы его Даже по-моему Тогда попробовали завести Все выставлено было И она завелась Вы себе представляете Она завелась после такого Она завелась Но явно было что-то не то Такие звуки были Как будто Гидрокомпенсатор Знаете Такой стук Как будто Два маленьких шайка Железная Вот так друг от друга Бьются Часто очень Я не знаю В секунду Три-четыре раз Примерно И вот так вот Бьются 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 И понятно Уже было По-любому Что-то там Пошло По Скажем По одному месту После того Я поехал домой Я еще доехал домой Оставил На следующий день Я опять возвращаюсь Потому что Трочились долго Довольно таки С этим всем делом Приезжаю я домой Опять же Не могу заснуть До трех часов ночи Потому что бабки тут капитальные Вдруг шок Приезжаю к нему На следующий день И начинаем мы уже смотреть Что там И как там Снимаем крышку клапанов И В принципе Под крышкой клапанов Ну не было никаких Таких Как это сказать Визуальных Изменений Колоссальных Нужно было присматриваться Но в любом случае Что-то там было не так Мы начали поднимать Нет Ядрокомпенсаторы По-моему не поднимаются Если не снимешь Распредвал Да Там же два распредвала Идет гидрокомпенсатор И да Они не смогут подниматься Насколько я помню Я уже немножко забыл Это все дело Начинаем мы смотреть Вот это все дело Снимаем распредвалы Ну чтобы проверить Мы думали Может быть там Гидрокомпенсатор поменяем Да все обойдется Начинаем снимать Распредвалы Но распредвалы Не снимаются Распредвалы Нельзя было снять Ну и мы решили Уже ладно Что-то надо Доделать А у меня бабок нету У них особо бабок тоже нету А есть такая тема Как Страхование От Ошибки работника Гонд Працовника То есть страховка Есть такая Почти во всех СТО По-моему она должна быть Даже обязательно Если что-то Механик делает не так Ну вот как в нашей ситуации То Это все идет на страховку И страховка Это все покрывает Понятное дело До определенной суммы У каждой По-моему У каждого У каждого СТО Она разная Эта сумма Но это мы будем Говорить сейчас Сугубо Исключительно Про Польшу Я не знаю Как в других странах Но в Польше Это Это работает Это везде Всегда есть Все страхуются Решили мы Отдать это все дело На страховую Это уже какой месяц Получается Сентябрь Ну да Это еще сентябрь Да Это все сентябрь Отдаем мы это все дело На страховую Страховая Там надо было Очень много документов Много всяких там От их рассказов От них От меня Как это все было Что-что-что Очень сильно Это все было дотошно Но мой механик Он хороший человек И он мне помог Он мне не кинул Обратились мы в страховую Так и так Туда-сюда Все документы Ну это все длилось Месяц примерно Вот эта все документация Вот эта вся дрочь Месяц Потом я должен был Сам себе выбрать Сервис В котором я чиню машину В котором я буду Чинить машину Нет изначально даже Ну пусть будет Пусть будет так Пусть будет сначала В каком я сервис Потом приходит человек Жизжознавца называется Это Как он профессиональный Нет Вещезнавец Ну как-то вот Эксперт Вот эксперт Приходит эксперт От страховой И начинает Понятное дело Оценивать Что и как там И что дальше Изначально Они мне оценили Около там Двух с половиной Что-то тысяч Злотых Две с половиной тысячи Злотых Это я вам сразу Доллары переведу Это Ну это Короче поделите На четыре Выходит там Семьсот Что-то около того доллара Шестьсот Две с половиной тысячи Ну представьте А я знаю По-любому Что там больше Я думал Ну тысяч В четыре В пять Это выльется Это все дело Там то Все поменять Туда-сюда Приходит он И говорит Ну мы сначала Посмотрели Что сверху Под этой крышкой Клапанов Надо снимать Ниже Надо снимать голову Смотреть Что там С поршнями Что там С клапанами И как там Вообще все происходит Тогда уже Они могут дать Точную Выцену Выцена Это Сколько это все Оценка Сколько это все Дело будет стоить По деньгам По времени И так далее Проходит там Еще какое-то Определенное время С момента С момента Всей этой аварии С этого Аварии С щельника Это Поломки мотора Проходит Около Полутора Двух Полутора Двух Месяцев Когда Я уже Мою машину Забираю Другой сервис И там Что-то Уже Да Начинают Делать Я думал Ну Там Может Неделька Там Две И уже Все Сделаю Нет Это Продлилось Гораздо Больше Приезжают Туда Пока Они Через Неделю Через Полторы Даже Через Две Недели Они Пока Сняли Голову Они Сняли Голову Соответственно Я Как Хозяин Автомобиль Я знаю Что происходит Вообще В польских Сервисах Как Это Все Работает Там Очень Часто Людей Которые Не Знают Могут Обмануть Я Прихожу Говорю Я хочу Все Видеть Я хочу Все Смотреть Контролировать Как Оно Все Происходит Я Прихожу Туда Они Мне Показывают Так Поршня У тебя Вроде В нормальном Состоянии Но мы Должны Отправить Эк Экспертам Потом Что еще Там Было Клапана Клапанам Жопа По клапанам Начало Бить Клапаны Соответственно Подымаются Бьют В Распредвал Нет Они бьют По гидрокомпенсаторам Бьют В распредвал И все Это Соответственно Ломается Гнется Туда Сюда Плюс Еще Гидрокомпенсаторы Там Они Такие Штучки У них Тут Было Крепление Поломано Соответственно Если Окрепление Это Крепление Которое Идет К Головке Головке Блока Получается Головка Это Надо По-любому Головку Менять Головка Это Уже 3000 Злотых Это Уже Нормальные Бабки Головка Представьте Себе Это Все Они Делают Пишут На Вмаге Потому Что Должен Прийти Эксперт А еще Коронавирус Туда Сюда Должен Прийти Эксперт Который В этом Все Разбирается И Скажет Сколько Это Все Будет Примерно Стоит Примерная Цена Он Приходит Ну Мне Еще Удалось Убедить Что Потому Что Там Был Такой Маленький Отпечаток На Поршнях Мне Еще Удалось Убедить Эксперта Что На Поршнях Тоже Удар И Я Хочу Еще Поршня А По Факту Когда Они Пришли С Экспертизы Этих Механиков Которым Я Отдал Сказали Что С Поршня Которая Есть Такая Гравировка Она Цвета Такого Какого Она Должна Быть Они Как будто Ну Как будто Новые Они Мне Сказали Я Сам Я Скинул Фотографии Бати Который У меня Шарит Уже Это Все Прохавал Дело Говорит Реально В очень Хорошем Состоянии Поршня Как 230 230 300 Тысяч Километров Сколько Она Прошла Это Не В идеальном Состоянии Но На них Был Отпечаток Я Добазарился Чтобы Поршня Еще Меняли Головку Соответственно Меняли Весь ГРМ И Все Это Знаете Во сколько Вылилось Внимание Все Это Вылилось В 14 Тысяч 14 Мать Его Тысяч Злот Представьте Если Вы Это Все Чинил На Свои Банки 14 Тысяч Но Это Все На Таких Хороших Деталях Оригинальных Потому Что У меня Здесь Стояли Оригиналы Хорошие Детали Там Бош Не Бош Все Все Фирмы Были Хорошие Соответственно Когда Главный Ключевой Момент Когда После Страховой Если Страховая Вам Должна Выплачивать Деньги Или Чинить В Большинстве Случаев Выбирайте Чтобы Они Вам Чинили Потому Что Они Обязательно Должны Чинить Вам На Оригинальных Деталях Ну То То Какая У вас Была Машина Такая Она Должна И Быть Вам Не Могут Вставить По правилам Не Могут Они Вставить Китайскую Дрочь Они Вам Должны Вставить 100% Высшую Полку И Я Еще Забыл Сказать Изначально Когда Пришел Первый раз Эксперт Он Еще Оценивал Машину Прошел Читником Лакеру Это Толщина метра Он Везде Проходил Посмотрел И Ну Нигде Она Битая Не Была И Оценили В такую Цену А это Вышерыночная Далее Что Было Далее Они Мне Все Это Дело Починили Примерно Через Два Даже А то И Два С Половина Месяца Они Это Починили Только Через Это Время Надо Это Все Было Довести До Ума Это Все Нужно Было Протестировать Туда Сюда Короче Я К ним Ездил Раз В 8 Десять А Че Как А Че Когда Туда Сюда Короче Это Меня Честно Честно говоря Самого Очень Сильно Вымораживало К ним Туда Ездить Затрачивать Но Представьте Это Мое Детище Это Моя Ласточка За Которую Я Переживаю И Каждый День Из-за Этого Не Сплю Давайте Ребята Подведем Итог Всего Этого Дела Обошлось Это Мне В Большие Нервы Объемное Количество Времени Около Пяти Месяцев Но С одной Стороны У меня Уже По факту Новый Мотор Как Она Себя Сейчас Хорошо Или Плохо Чувствует Она Себя Чувствует Хорошо Поменяла Кстати Масло После Тысячи Километров Как Я Проехал Стружки Нету Все Нормально Вроде Бы Они Сделали Там Все Адекватно Потому Что Я Переживал Может Быть Там Поршня Вставить Не В то Место Первый Поршень Который Был В первом Незде Вставить В третье Понимаете О чем Я А он Притерся И так Далее Должны Были Вставиться В одно И то Же Место Ну Вроде Все Нормально Ничего Такого Сейчас Не Происходит Единственное Что Мне Кажется Что Они С Топливной Системой Немножко Лоханулись Ну Лоханулись Не Лоханулись Куда У меня Немножко Уходит Солярка Давление Нет Солярки Когда С утра Я Завожу Первые Две Секунды Троит Ветер Потому Что Воздух Воздух Заходит В систему Топливную Потому Что Где-то Есть Какой-то Или Прокол Или До конца Недокрученная Или Где-то Чуть-чуть Что-то Лопнуло И Оно Поначалу Чем дольше Постоит Тем Дольше У меня Три Ну Первые Две Две Секунды Когда Я зовел На холодную Потом Уже Все нормально А так В принципе В принципе Я не могу Скать Что я доволен Что я попал Именно В тот Сервис Ну Нормально Нормально Могло бы Быть хуже Я знаю Что могло бы Быть хуже А так Ребята Знаете Что у механиков Есть страховка Ну Без польского языка Без знания Польского языка Будет очень тяжело Все это доказать Все это Обделать Все это Проделать Не обделать Обделать Проделать Это все Дело Сложно На самом-то деле И Лезь в эту кашу Лучше с человеком Хотя бы Какой знает Польский Хорошо Я знаю Польский Хорошо Я тут 6 лет живу И для меня Это не было Никаких проблем Звонить на страховую Спрашивать Ребята А что там Как вообще Моя машина А я хочу то А я хочу то А мне то не нравится А представьте Какой-то украинец Или русский Который слабо А они тебе впишут Пинч тысячиенцы Пять тысяч злотых И все Давай отсюда Вали Дружище Поэтому Если в такую ситуацию Передрягу Попадаете Лучше всего Как-то Там даже лучше Уже денег Заплатить человеку Который на этом Знает Который этим занимается Ну вы потеряете Гораздо меньше Вот так вот Сейчас я кстати Ее хочу продать Хочу продать Купить себе BMW Не потому что Она мне не нравится Она мне очень нравится Она комфортная Классная машина Но мне не хватает Мои 22 года Такого Знаете Драйва Блин Если батя или мамка Посмотрит это видео Это капец будет Драйва тебе сынок Не хватает Да Драйва Блять Столб хочешь поймать Не Я не хочу Столб поймать Но Мне жалко Просто эту машину Мне ее реально жалко Я ее полюбил За эти Сколько Два с половиной года Она у меня Два с половиной года Она у меня Имеется Я ее реально полюбил Она классная И на вид Она выглядит хорошо Она мне нравится Даже в комби Я раньше думал Седан Типа Седан лучше Ну не Мне сейчас больше комби нравится Она такая Как ракета Крутая машина Я доволен В принципе Для этого класса Она очень Очень даже неплохая А BMW Я хочу исключительно Потому что Там во первых Задний привод И во вторых Я хочу себе Трехлитровый дизель Если знаете М57 М Да Не М М57 Это либо Е39 Либо Е46 И там Я уже Над ней буду Ну не то что Издеваться В смысле Тюнинговать Уже Как я хочу Переделывать Одно Другое Там Бампера Переделать А на ней Я просто Ну я не хочу Сильно Все переделать Я уже И так Тут и фары Передние И задние Переделал Тут Поделал Немножко И сейчас Я ее хочу Расстаться Одновременно Хочу Одновременно И не хочу В общем Наш выпуск Подходит К концу Я думаю Что Это была Болезная Информация С вами Буршин Покинул Чат А вы Чат Не покидайте Все Ребята Всем спасибо Мы поехали